Добрый вечер! Вы смотрите НТС. Это программа «Реальная экономика» и я ее ведущая Салтанат Кудайбердиева. Сегодня в выпуске новости макроэкономики, прогнозы, тренды, рейтинги и недельный обзор финансовых рынков. Четкие правила и единые стандарты. Работа по повышению безопасности продукции и упрощению процедур введения бизнеса в самом разгаре. В рамках Евразийского экономического союза принято 40 документов, которые содержат обязательные требования к производству той или иной продукции. И сегодня, по данным специалистов ЕЭК, около 80% уже подпадают под единое техническое регулирование. Кыргызстан обязан будет соблюдать эти требования безопасности сразу после истечения срока переходного периода, который наступает в августе этого года. Зарубежные инвесторы не совсем уверены в том, что к этому страна готова на 100%, но тем не менее проявляют огромный интерес к возобновлению производства в Кыргызстане и предлагают свои решения. Речь идет о предоставлении новых и дешевых технологий, которыми, как всем известно, привлекательна Чехия. Субтитры создавал DimaTorzok Во-первых, Кыргызстан — это экспортный рынок для чешских экспортеров, потому что мы не скрываем, что после введения санкций на Россию очень много чешских экспортеров потеряло свои рынки сбыта. И чешская экономика уже традиционно ориентирована на русскоязычные рынки. С другой стороны, почему именно Кыргызстан, из бывших советских стран, это потому что Кыргызстан имеет стратегическое место, стратегическое положение территориальное. Открывается уже доступ на рынки всего региона, в том числе и легче доступ на рынки стран всего ЕАЭС. И вы граничите с Китаем, то есть логистика и все вот здесь стратегическое, вот так скажем. Во-вторых, мы прошли, Чешская республика прошла очень похожим историческим процессом перехода от социалистической экономики на капиталистическую. Такой процесс трансформации, который у нас проходил в 90-х годах. И наши экспортеры очень хорошо понимают, в какой ситуации сейчас находится Кыргызстан. Когда уже старые структуры распались, новые хотелось бы, но пока нету опыта и потенциал большой. Так что здесь мы чувствуем, как будто что мы можем, для нас это преимущество будет, а вам тоже это поможет. Честно, все. Вот реально здесь мы чувствуем, что экономика Кыргызстана сейчас находится, у вас почти нету собственного производства. Вы почти все возите, все импортируете. Возить сюда электростанции на угле смысл не имеет. Зачем портить это? То есть зеленая технология, и страна солнечная. Если мы сюда привезем технологии 22 века, это будет такая разница, что с ними делать. Нам нужно привозить технологии, которые здесь работают, которые по цене приемлемы для того, чтобы проекты заработали и чтобы они вернулись. Просто привезти и задолжить до конца жизни, это не имеет смысла ни для нас, ни для экспортера, но ни для местных предпринимателей. Не то, что мы хотим устаревшие технологии, ни в коем случае, но технология должна соответствовать уровню, который сейчас есть. По-моему, вы поднялись в бизнесе самом. Что касается предпринимателей, вы поднялись реально, пошли новые инвестиции, все вот это. Но, на мой взгляд, вам еще не хватает регулирования экономики в смысле сертификации, в смысле лицензирования, в смысле вот этих процессных вещей. То, что лабораторию поставили, это одно. Но то, какой процесс получения результатов от этой лаборатории и выдачи лицензии на основе этой лаборатории, вот этот процесс вы пока, по-моему, еще не доделали. В нашем случае в Чемской републике это было после истечения льготного периода где-то вот полгода, пока вот было вот сразу все так переменялось, и потом вот все остановилось, и было хорошо. Правительство здесь должно создать условия для того, чтобы предприниматели сами хотели развиваться. То есть то, что они не мучаются полгода тем, что какие-то бумажки там заполняют, вот туда взятки, вот туда, и в конце концов они не знают, получится ли или нет. Если создаем прозрачную, чистую среду, равную для всех, бизнес сам начнет развиваться. Сейчас правительство пытается создать благоприятную среду в основном для тех, кто экспортирует собственную продукцию в страны Евразийского экономического союза. Через несколько месяцев после истечения срока льготного пребывания в ЕАЭС производителям Кыргызстана придется работать на равных условиях со всеми участниками рынка. Чтобы подготовить бизнес и подстегнуть экспорт, Кабмин в этом году решил открыть еще одну программу льготного кредитования за счет средств республиканского бюджета. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Проект постановления – финансирование экспорта, ориентированных и импортозамечающих предприятий. Цель – обеспечить экспортеров льготными кредитами. Правительство планирует за счет средств республиканского бюджета субсидировать расходы коммерческих банков, чтобы конечная ставка не превышала 10%. Срок кредита – не более трех лет на оборотные средства и не более пяти на основные. Льготный период по обслуживанию основной суммы действует полгода. В список потенциальных получателей льготных ресурсов вошли предприятия по легкой пищевой промышленности и переработке сельхозпродукции. Дополнительное условие – запрашиваемые суммы не должны быть выше 50 миллионов сомов и не ниже 10 миллионов. Причем на максимальную сумму могут претендовать лишь те компании, которые в наличии имеют более 20 рабочих мест. Все потенциальные заемщики должны быть добросовестными налогоплательщиками, действующими экспортерами и резидентами Кыргызстана. Начало реализации проекта – январь 2017 года. Чем же уникально льготное кредитование? Насколько велика его эффективность в нашей стране? Четко ли в этот раз инициаторы проекта отработали механизмы выдачи дешевых кредитов и механизмы формирования списка потенциальных получателей? В итоге поможет ли реализация данной программы раскрыть экспортный потенциал нашей страны? Во всем этом попытаемся разобраться вместе с приглашенными экспертами. У нас сегодня в гостях директор госагентства по продвижению инвестиций и экспорта Олымбек Росбеков и политэкономист Сейтек Качиканбаев. Добрый вечер! Добрый вечер! В стране, как вы знаете, уже несколько лет действует госпрограмма финансовой поддержки фермеров. Правительство выдает кредиты под 10% годовых, покрывая разницу между банковской ставкой и ставкой, предлагаемой чиновниками, за счет бюджета. Вы, Олымбек, как один из авторов этого проекта, решили пойти этим же путем. Значит, вы считаете, что данная схема поддержки наиболее эффективна? Что вложенные, допустим, в сельскохозяйство средства вернулись к государству в двойном размере? Вот именно этот проект, он обуславливался несколькими факторами. В первую очередь, это вступление Крыгской Республики в ЕС. Соответственно, наши компании, они сейчас на одном рынке с компаниями из членов стран ЕС. В первую очередь, конечно, это обновление оборудования для улучшения качества продукции, улучшения дизайна продукции, чтобы наши предприятия, они были более конкурентоспособны на рынке. Если взять сравнение, например, со странами ЕС, то процентные ставки в Крыгойской Республике намного выше, чем в странах ЕС. То есть, в Казахстане это около 15%, в России, в Белоруссии около 13-14%. У нас составляет 23%. Соответственно, наши предприятия, они уже в неравном положении по сравнению с компаниями из данных стран. И именно вот этот проект, он должен будет повысить конкурентоспособность наших предприятий через субсидирование процентных ставок. Сейтек, ознакомившись с проектом постановления, как вы думаете, правильно ли правительство расставило приоритеты? В приоритетах я не уверен, но если исходить из факта того, что мы уже вступили в таможенный союз, тогда имеет смысл. Конечно, это лучше, чем вообще нет. Хотелось бы еще большего, конечно, дать еще возможность не только таким компаниям. Сегодня в веке глобализации есть еще многие отрасли, которые тоже надо развивать, допустим, IT-сектор. Какая потребность рынка экспорта в дешевых кредитах? На какую сумму вы планируете субсидировать? И самый главный вопрос, как вы планируете, как правительство планирует изысковать дополнительные средства, собственно, из дефицитного бюджета? Вот смотрите, если взять 2015 год, то около 50% кредитов, выдаваемых банками в Кыргызской республике, они направляются на сферу торговли. На сферу производства 10-11% только кредита. Вот только за счет этого вы можете посмотреть, что сейчас очень большая потребность именно в кредитах в данную сферу. Пока 350 миллионов – это небольшие деньги. Мы будем сейчас смотреть, может быть, вносить какие-то изменения, будем дальше проводить переговоры с Национальным банком. Почему вы решили использовать именно бюджетные средства? Почему финансирование не осуществляется за счет Российско-Кыргызского фонда развития? В самом начале мы планировали, чтобы он работал как именно фонд, как фонд развития. Но это все делалось при сотрудничестве с российской стороной. И, соответственно, на начальном этапе они заложили больше банковские принципы в работу данного фонда. То есть он сейчас работает больше как коммерческий банк. И со временем данный фонд, я думаю, он перейдет также к некоторому льготному кредитованию определенных секторов Кыргызской республики. Ну, посмотрите, у нас и так дефицитный бюджет, да? Денег категорически не хватает ни на что. Вы еще дополнительно вносите в начале года дополнительные расходы, так скажем, дополнительную статью расходов. Ну, смотрите, вот с самого начала года на финансирование сельского хозяйства, вот про ту программу, которую вы говорили, на нее были определенные средства зарезервированы в бюджете, запланированы. Вот на этот год, то есть там никаких-то дополнительных средств, скорее всего, некоторая часть этих средств, она пойдет уже на программу финансирования экспортоориентированных предприятий. Потому что, как бы, ну, логично, да, до этого финансировали именно, чтобы поднять производство. Ну, данная программа, она уже будет именно финансировать переработку сельхозпродукции. Вот то, что сейчас, в настоящее время, нам необходимо. Сейтек, если вы в курсе, да, если вы ознакомились с проектным постановлением, там четко прописано, что в приоритете именно те компании, у которых уже есть оборудование, техника, готовая продукция, есть контракты, да, на поставку этой продукции уже зарубежным клиентам, покупателям. Не получится ли так, что данное финансирование, данные дешевые кредиты, опять же, получат одни и те же компании, у которых, собственно, в принципе, и так все благополучно. Бизнес, когда услышал о появлении дешевых кредитов, он полагал, что их все-таки выдадут на открытие новых экспортоориентированных предприятий. Интересно, вот validity, да, вот обоснованность, justification их, вот методологии, почему в приоритете именно те компании, у которых все готово, они, только им нужно просто документы, что на экспорт, а вот те, которые сейчас в процессе разработки, или там, которые вот собираются вот только-только вступить в этот сектор. Им, наверное, нужнее, да, эти дешевые кредиты. Да, их интересы, почему не учитывается. Это больше напоминает вот как бы косметический ремонт, да. Представьте, да, мы будем финансировать вновь открываемые предприятия, да. Это, во-первых, это большие риски. Если кто-то хочет открыть новое предприятие, не имея ничего, просто имея какой-то проект, это уже называется как стартап, да. То есть это очень высокие риски. Здесь мы же должны учитывать и возвратность, не возвратность, а эффект данных средств. И, соответственно, финансировать те предприятия, у которых есть уже определенная база по производству, мы вкладываем именно в наше производство. И за счет этого будет и увеличение налогов со стороны данных предприятий, увеличение рабочих мест в данных предприятиях. Что вы делаете, чтобы улучшить качество сельскохозяйственной продукции, и чтобы этот продукт соответствовал мировым стандартам, да. Как вы способствуете? С учетом того, что они будут вкладывать в свое оборудование, у них должно улучшиться качество их продукции. За счет чего они должны выходить на внешние рынки. Сейчас конкуренция очень большая. Соответственно, чтобы выйти даже на рынки ЕАЭС, нужно соответствующее качество. Соответственно, то оборудование, которое они будут покупать, оно будет влиять и на качество, на внешний вид данной продукции и так далее. И за счет этого... Самый главный показатель, раз вы уже прописали данный проект в деталях, предварительный результат, то есть по истечении года, насколько вырастет объем экспорта? Здесь тяжело посчитать, потому что есть очень много других факторов. Это открытие новых предприятий. Вот сейчас как раз нашим агентствам ведутся несколько проектов, где здесь открывают производство иностранные компании, которые будут экспортоориентированы. То есть они не участники, не будут участниками данной программы. Мы посмотрим, может быть, в дальнейшем какие-то расчеты можно будет сделать. Может быть, сначала надо было вам отобрать необходимое количество предприятий, узнать их потребности и уже исходя из их потребностей писать проекты? Мы провели работу, сагрегировали данные с налоговой службы, с таможенной службы, плюс прозвонили. У нас сейчас в итоге имеется около 220 предприятий, которые потенциально могли бы стать нашими клиентами в рамках данной программы. Но также будем смотреть, чтобы они соответствовали тем критериям, которые выставлены в данной программе. Если сейчас в настоящее время у нас кредитные ставки составляют 23%, то мы 23-22% в среднем, то мы будем субсидировать на 12-13%. И за счет этого мы повысим рентабельность данных производств. То есть предварительно мы так посчитали, если в настоящее время рентабельность в производственном секторе составляет где-то 17-20%, то с учетом выданных вот этих льготных кредитов рентабельность повысится где-то до 25%. Может быть даже немного выше станет. Светейка, вот очень много было сказано по поводу льготного кредитования. По мнению зарубежных экспертов, процедура выдачи дешевых кредитов эффективной может быть только в случае, если она разовая. Вы с этим согласны? То есть когда один раз выдают, дают толчок, и этого достаточно. Дальше бизнес идет сам по себе. Обычно так, да. На практике обычно первый раз выдается. У кого план разработан, у кого механизм налажен, они обычно и обращаются, и на этом они это эффективно используют. На сайте обычного правительства должна быть прозрачная схема, куда деньги, допустим, выдаются, на что выдаются. И после этого, ну, допустим, первый результат мониторинга, насколько это было эффективно, где были провалы, допустим, да, и какие уроки были извлечены. Мы просто, мы пока не знаем такую картину, вот такую историю, да, поэтому трудно говорить сейчас. Детали методологии просто точно не знаем, почему именно вот эти только компании, да, существующие компании могут использоваться, наслаждаться этим кредитом. А почему другие нет, то предусмотрено потом, просто трудно сказать сейчас. Они будут мониторить это каким образом? Они будут ли они как супервайзеры приезжать на место, да, проверять там действительно ли это используется по назначению? Если это все будет соблюдаться, конечно, мне бы хотелось верить в это, что это действительно будет эффективным и это действительно транспарентный. Если проанализировать ситуацию с выдачей тешевых кредитов фермерам, да, были случаи неэффективного использования денег, да. Вместо того, чтобы брать кредиты на развитие сельского хозяйства, люди брали их на проведение свадеб и других семейных мероприятий. С другой же стороны, фермеры жаловались на то, что эти кредиты дешевые только для избранных. Подключимся мы, как Министерство экономики, мы будем на начальном этапе ставить соответствующие критерии и также ставить соответствующие индикаторы. Когда вы говорите, что неизвестно, к чему это приведет, у нас будут конкретные индикаторы. Я сейчас говорил относительно того, что очень тяжело посчитать влияние данной программы, да, вот 350 миллионов сомов всего, влияние данной программы на общий экспорт, повышение общего экспорта Крыгской Республики. Но в рамках данной программы будут конкретные индикаторы. Один из этих индикаторов – это повышение производства, да, объемов производства, увеличение рабочих мест, увеличение, повышение рентабельности самого производства. То есть вот такие индикаторы, они будут закладываться. И мы будем обязательно мониторить, чтобы те компании, которые получат кредит, чтобы они данных целей, данных индикаторов достигли. Что касается выдачи своих кредитов, ну, по возможности будет сделана наиболее транспарентная система, мы будем все опубликовывать. Мы надеемся, что на практике будет выглядеть все так же красиво, как написано это в проекте и было рассказано в нашей программе. Вам спасибо за ответы, за участие в нашей программе. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях были директор госагентства по продвижению инвестиций и экспорта Олымбеку Розбеков и политэкономист Сайты Качканбаев. Спасибо вам большое, до свидания. Спасибо. Далее наш выпуск продолжит рубрика «Рейтинг компании». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Количество сделок на площадке фондовой биржи страны за последнюю неделю резко сократилось. Некоторые постоянные участники рынка решили взять тайм-аут, а отдельные новички напротив воспользоваться этим случаем и усилить свою активность. Основная доля торгов пришлась на сделки по размещению дополнительных выпусков акций трех компаний, которые таким образом увеличили объем своей капитализации. О новых игроках на бирже и лидерах роста далее в нашей программе. Объем торгов на площадке КФБ сократился на 47,5%. В денежном выражении это составляет 150 с лишним миллионов сомов. Всего было зарегистрировано на минувшей неделе 52 сделки с участием 20 компаний. Теперь все по порядку. Основная доля объема торгов на первичном рынке, на котором, я напомню, размещаются впервые выпущенные сайные бумаги, пришлась на 9 выпуск акций Халатбан Кыргыстан, на 2 выпуск акций Государственной страховой организации и Хадамджайского шахтостроительного управления. Продолжение следует... Также продолжается продажа облигаций банка КСБ, торгового дома Минтеркуин, компании АЮ и Салон Финанс. Что же касается рынка перепродажи акций, то по традиции 96% объема торгов здесь вновь пришлись на сделки с бумагами инвестиционной компании УБГ Инвест. Остальная часть принадлежит заводу ЖБИ, Восток Электро, Джалабат Электро, НЕСК и ОШ Электро. Лидером роста стали простые акции компании Сапар. Лидером падения стали бумаги Бишкек Куру-Ушеп. Лидером падения стали бумаги Бишкек Куру. Индекс Кыргызской фондовой биржи за рассматриваемый период не изменил своего значения. Но если сравнивать с показателями месячной давности, то рост идет на 71 с лишним пунктов. Несмотря на начало года, капитализация листинговых компаний растет. Сегодня она находится на уровне 17 миллиардов и 42 миллионов сомов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом все. Вы смотрели программу «Реальная экономика» и с вами была Салтанат Кудайбердиева. Увидимся ровно через неделю. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok